Игорь Иванович, ополчение, народное ополчение в Славянске, что это за люди, откуда они, потому что бытует мнение, что это российский спецназ ГРУ, который отправлен сюда, где-то в Григорьевске, в Славянске, в Славянске. Ну, это действительно ополчение, сильно разбавленное, конечно, добровольцами из других регионов Украины. Формировался непосредственно отряд, с которым я пришел в Славянск, он формировался на территории Крыма. Я не буду этого скрывать. Он сформирован из добровольцев, но, повторяю, более половины, даже, я бы сказал, две трети, это граждане Украины, причем даже не крымчане в основном, есть и крымчане. Это беженцы из других регионов Украины. Есть люди из Житомира, есть люди с Винницы, есть люди из Киева, в принципе, из всех других регионов. Естественно, достаточно много дончан и сулганщины людей, вот, собственно говоря, именно по их предложению отряд и прибыл в Славянск. Большая часть, действительно, людей имеет боевой опыт непосредственно. Многие воевали в рядах российских вооруженных сил, в том числе граждане Украины. Воевали и в Чечне, в Средней Азии. Есть люди с опытом боевых действий в Ираке, в Югославии, в составе украинских вооруженных сил. Есть бывшие добровольцы. Ну, в принципе, скажем так, география участия в боевых действиях, она очень широкая. Есть даже ребят, кто в Сирии успехов был. Есть ли не секрет? Откуда оружие у второго народного нападения? В первый же день нами было разоружено УВД города Славянска, где было изъято достаточно большое количество агнестерийного оружия. Далее нами были разоружены последовательно несколько подразделений 25-й аэромобильной бригады, подразделения погранвойск Украины. Соответственно, около 150 единиц автоматического оружия, несколько гранатомётов, большое количество боеприпасов было, наверное, все-таки именно из них. Есть 6 боевых машин, 3 боевых бронетранспортера десанта, 1 БМД-1, 1 БМД-2 и 1 самоходный миномет НОНО. Вы заметили довольно странную тактику украинских войск, которые на нескольких боевых машин подъезжают в блокпосту, обстреливают, при этом погибают граждане, которые стоят на посту беда уже. Насколько я понимаю, Вы такой тактикой налёта не пользуетесь и вообще огонь на поражение по украинскому войскам не открываетесь? Это связано с тем, что мы очень хорошо понимаем, кто, условно говоря, нам противостоит. Нам противостоят из армейских подразделений именно 25-я Днепропетровская мобильная бригада и 95-я Житомирская мобильная бригада. В отношении первой она в основном укомплектована жителями юго-востока Украины, но что касается житомирцев, тут ситуация не сильно отличается, потому что всё это солдаты, значительная часть из них послана сюда против своей воли. Добровольцев среди них нет, тех, которые, скажем так, пришли воевать за деньги или исходя из каких-то идей, которые внушает киевское телевидение. И мы понимаем, что если мы начнём их убивать, возможности такие у нас, естественно, есть, и их много, то мы будем убивать своих братьев. Этим противник прекрасно уже понял и использует свои тактики. То есть они сначала выдвигают районные сосредоточения, которые контролируются ополченцами. Именно солдат срочной службы, солдат контрактной службы, ну и регулярных военнослужащих, солдат призванных на штатные боевые техники. Ополченцы, неживая стрелять в своих братьев, вынуждены, как говорится, это терпеть. После этого они ставят блокпост, ограживают его боевой техникой. После этого они на этот блокпост вводят бойцов правого сектора, бойцов национальной гвардии, разных спецподразделений, СБУ, которые под охраной десантников начинают осуществлять свои обязанности. И возникает такая ситуация, что вести огонь по наемникам и экстремистам, одетым в военную форму, мы можем только уничтожая попутно при этом. И в первую очередь на службе Украинской армии. Пока мы не можем на это пойти, не хотим на это пойти. Не хотим стрелять в своих братьев. Но если такая ситуация продолжится в дальнейшем, соответственно, мы будем действовать по-другому. В данном случае я хотел еще раз вернуться к вопросу об уничтожении вертолета. В течение нескольких суток мы вели наблюдение за Краматорским аэродромом. У нас была возможность сбивать вертолеты, которые были с личным составом, подбивать их. Но мы выбрали вертолет, который был сзади только экипажа. Который мы увидели, что он загружен для припасов, и там нет личного состава. То же самое мы постараемся также действовать в дальнейшем. Но тут военные действия. Здесь никто не может дать гарантии, что сегодня, завтра или послезавтра начнут страдать обычными наслужениями. Угу, в мире суть, что славянцы привыкают гидрессанты из числа правого сектора, и на самом деле Иванович, удается? Да, удается. И часть задержанных мы уже представляли общественности. Но не все попадают в пленжевую. То есть имели место перестрелки, в ходе которой были уничтожены несколько бойцов правого сектора. Сколько о страшном президенте, когда вы говорили, что вы говорили, что при них было? Ну, непосредственно документы, которые при них были, я вам предоставил. То есть вы смогли, я так понимаю, с ними ознакомиться. Это миссия, согласно показаниям одного из украинских военных, осуществляет объезд границы с целью осмотра места расположения именно российских вооруженных сил. Что они делали здесь, я, честно говоря, не представляю. Либо они стремились под прикрытием дипломатического статуса заодно уж в пользу украинской армии провести разведку позиции ополчения, в надежде на то, что иностранцев не будут задерживать. Либо, что более вероятно, это очередная потрясающая стратегическая задумка украинского командования, в кавычках задумка, которая просто не знает, где расположены посты ополчения. Реально, в момент, когда автобус в сопровождении сотрудников милиции прибыл на блокпост в районе Краматорска, и ополченцы зашли в автобус, украинские военные начали панически прятать свои воинские документы. Это свидетельство о том, что они совершенно не ожидали увидеть здесь вооруженных сторон Донецкой Народной Республики. Очень спокойно, это профессиональные разведчики, они хорошо натренированы. В отличие от своих украинских коллег, они совершенно не паниканы. Ополченцы, которые местные, конечно, они в первую очередь заинтересованы в том, чтобы Донецкая Республика более никогда не зависела от воли этой хунты, которая сидит в Киеве, и от тех хунт, которые придут ей на смену. Люди действительно в подавляющем большинстве, где-то процентов 80 населения, желают присоединения к Российской Федерации. Чтобы Донецкая Народная Республика стала в каком-то субъектном федерации в порядке автономии, или в каком-либо еще. Часть из них, может быть, не горит желанием присоединиться к России, но в любом случае не хочет находиться под властью тех людей, которые захватили власть в Киеве. И мотивация тех же добровольцев, которые пришли сюда вместе со мной, которые к нам присоединяются, она более широкая. Реально люди, которые приходят, они говорят, мы хотим идти дальше, мы не хотим останавливаться на Донецке, мы хотим освободить Украину от фашистов. Я реалист. Россия с момента нашего проведения в Славянске и вообще не предоставила нам ни одного автомата, ни одного патрона. Все нам подарили украинские военные и сотрудники милиции. За что им глубокая благодарность и надежда на то, что они дальше продолжатся нарушать на сооружения и предприпасы. Соответственно, я отлично понимаю, что третью мировую войну из-за Славянска никто развязывать не будет. Но по моим собственным представлениям, никто не будет развязывать войну из-за Украины, поскольку это несостоявшееся государство, которое занимается в основном тем, что промывает мозги собственных граждан. Такого потока лжи, который, причем самый низкопробный и легко разоблачаемый, который выдают украинские СМИ в отношении народного ополчения, в отношении самого Славянска, его населения, населения в целом Донецка, Луганска, я давно, честно говоря, не слышал. Тут самое интересное, что настолько легко разоблачаются их несочинения, настолько они слеплены на скорую руку и кое-как, что просто хочется посоветовать украинским политтехнологам хотя бы иногда говорить правду, хотя бы иногда разбавлять ложь правдой, чтобы это выглядело как-то достоверно. Ну, они пользуются тем, что информационное поле захвачено целиком ими, российские каналы отключены, и вот эта массированная пропаганда, она, к сожалению, действительно действует на значительную часть населения Украины. И люди, как мы говорили, ну, как говорят мне многие, кто приезжают сюда, люди в центральных областях Украины, тем более западных, всерьез считают, что здесь действуют банды российских наемников, диверсантов, которые убийц, которые за тысячу гривен в день готовы убивать женщин, детей, подставляют людей под бомбы и снаряды. Естественно, это не так. Народ Донецка восстал против хунты и будет против него сражаться. Мы пользуемся полной абсолютной поддержкой населения. Согласно, у вас есть соглашение на это соглашение? Ну, скажем так, мы пошли на это соглашение, чтобы не плодить массы центров сопротивления, которые рождулись друг с другом. Соглашение, скажем так, как я уже отмечал в общем интервью, оно довольно нелегко, поскольку у нас у ополчины достаточно много претензий к руководству Донецкой Народной Республики, не сумевшему сделать практически ничего после захвата Донецкой Республики. Но именно потому, что необходимо объединяться, мы пошли на это соглашение. Выдвинули свои требования, которые приняло правительство Донецкой Народной Республики. И со своей стороны мы сняли ряд заявлений, то есть дезвоировали, которые ранее были нами сделаны, именно чтобы достичь консенсуса. Это правильно, значит, что все свои ополчения Донецкой Народной Республики теперь находятся в ходе нашей команды? Да, я не могу сказать, что все они сейчас уже на данный момент находятся. Это процесс не быстрый, тем более, не было скрывать себе ополчения много анархии. Но со временем, не очень долго мы объединили под единым командами все отряды сопротивления на территории Донецкой Республики. И, возможно, не только на территории Донецкой Республики.